МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Утром в четверг 23 ноября в Самаре произошла задержка движения трамваев. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Деформировался асфальт на улице Советской проспекте Металлургов в направлении улицы Ставропольской. Уточнили в департаменте. Бригада путейцев ТТУ работала над устранением проблемы. Сейчас движение на этом участке восстановлено. В четверг 23 ноября в Самарской области изменят расписание электрички. Это связано с проведением капитального ремонта пути на участке Тургеневка-Кинель и на станции Кротовка. Так, поезд номер 7530 «Самара», отправление в 2104 «Новоотрадное», прибытие в 2247. Устанавливается сообщением «Самара», отправление в 2104 «Кинель», прибытие в 2158. На участке Кинель-Новоотрадное отменяется. Поезд номер 7528 «Самара», отправление в 1930 «Похвестнево», прибытие в 2209, проследует по измененному расписанию «Самара», отправление в 1954 «Похвестнево», прибытие в 2240. Абсолютный суточный максимум по количеству осадков был перекрыт в регионе в среду, 22 ноября. Об этом сообщили в Приволжском УГМС. Рекордные показатели зафиксировали в Челновершинах, Новодевичьем, Тольятти, Большой Глушице. Больше всего осадков выпало в Новодевичьем – 26 мм. Прошлый рекорд зафиксировали 22 ноября 1963 года. В нынешнем году осадков выпало на 15,1 мм больше. В ближайшие годы на российских горнолыжных курортах ожидается увеличение протяженности трасс примерно на 50 км. В текущем сезоне открываются новые курорты в Пермском крае. Новые трассы появятся в Самарской и Тверской областях. Курорт в Хабаровском крае пополнится 22 км трасс. А значительное развитие ожидают курорты Северного Кавказа, Алтая, Урала, Сахалина и Мурманской области. Чрезмерное применение гаджетов негативно влияет на умственные способности человека. Ученые выяснили, что люди, которые долго смотрели на экран смартфона, показывали более низкие умственные способности, чем участники исследования, которые не зависят от устройств. От постоянного использования гаджетов страдает умение сохранять фокус. Также люди меньше контролируют свои автоматические реакции. Ученые Арктического и Антарктического научно-исследовательского института совместно со специалистами Агрофизического научно-исследовательского института и Института медико-биологических проблем ран на станции «Восток» в континентальной Антарктике собрали рекордный урожай овощей и впервые вырастили огурцы. Полученный урожай – 99 кг с квадратного метра за год. При формировании длины стеблей 2 метра сопоставим или превышает таковые в передовых современных теплицах с регулируемыми условиями и искусственной досветкой.